Приветствую вас! Для того, чтобы помочь вам, нужно знать, чего вы хотите, нужно знать, чего вам непонятно, нужно знать, что именно вы хотите поменять, да, то есть вот вы пишите здесь, что я бы хотел вам попробовать уменить что-то на лучшее, не хотелось бы терять дорогого человека, но иметь с чувством обманутся я не могу и не хочу. То есть вот эта вот неопределенность присутствует у вас именно в своей собственной позиции. Чтобы вам помочь, нужно именно понимать, что вы хотите и, собственно, что вам нужно. А без этого, на самом деле, всё, что вы написали, всё, что мы скажем, ну всё это будет выглядеть как простые рассуждения, как демагогия простая, как простые слова, понимаете? Вот. Это первое. Да, то есть формируйте свою цель, формируйте что вы хотите в конкретном. Дальше. По всей ситуации в целом. Что можно сказать? Значит, по всей ситуации в целом, я бы сказал, что... молодой человек, он, в общем-то, не менялся. То есть он всегда был таким. Просто постепенно, да, он раскрывал себя, раскрывал свои черты характера, вот, показывал себя и по итогу всё, всё вот, собственно, привело к тому, к чему по итогу это всё пришло, да? Вот. Ну, как мне это видится, по крайней мере. То есть мужчина, он, ну, не похоже, чтобы он менялся, не похоже, чтобы у него были какие-то перемены, стыдя, потому что вы описали, не похоже, чтобы он как-то вёл себя по-другому, как-то вёл себя странно. То есть как изначально он ответственности избегал перед вами, да, не желая, в общем-то, вступать в отношения, да, с вами, и, в общем-то, желая делать каких-то конкретных шагов в отношении вас. Так, в общем-то, он этого и не делал. То есть он этого, он, по сути-то, ничего не сделал, чтобы быть с вами в отношениях, да, кроме того, что использовал какие-то уже свершившиеся факты, да, свершившиеся моменты, себе на руку, себе на пользу, и всё. То есть не похоже, чтобы человек вас завоёвал, не похоже, чтобы человек что-то для вас сделал, не похоже, чтобы человек вам не дорожил, да, то есть, ну, как-то, кроме, ну, кроме слов, да. То есть на словах он, понятно, что дорожит, а вот кроме слов не похоже. Вот. Вот. И, собственно, мне бы хотелось, чтобы вы, конечно, сформулировали бы вот этот момент для себя, чем вам дорог ваш мужчина, ну, вот, собственно, товарищ этот, чем он для вас дорог. То есть вы к нему как относитесь? Вы его как воспринимаете? Вы чего хотите, собственно говоря? Вам что нужно от него? А какие у вас чувства к нему, к примеру? Вот. Что вы чувствуете к нему, чего вы хотите? То есть я предлагаю, я предложил бы начать вот, наверное, с этих моментов, да, с этого момента я предложил бы начать. А дальше уже можно было бы, так сказать, по мере продвижения тут разбираться. Это первое. Второе, второе, значит, то, что я хотел бы, значит, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Вы пишите. Мы с моим молодым человеком находимся в довольно длительных отношениях, три года. Значит, три года, да, действительно длительные отношения, но также три года это такие отношения, когда вам нужно определять статус, вы либо создаете семью и четко идете на создание семьи, да, либо вас все устраивает в жизни, ну, как бы вы живете и, собственно, вы ничего не меняете, либо вы расстаетесь. Если молодой человек, лаз, к примеру, тянешь на дно, если молодой человек, к примеру, тянет вас назад, да, ты чувствуешь себя с ним, ну, как бы, хуже. Ты чувствуешь, что он с ним выдеградируется. Вот. Ты знаешь, через три года быть, как какая-то определенность. Вот. С другой стороны, вам по 23 года, от 23 по 25 лет, это самый такой период, когда... Ну, период начинается, на самом деле, раньше даже. Не удастся ли это раньше. Вот. Но, в любом случае, это очень такой бурный этап, когда перестраивается организм, формируется окончательный характер и так далее, поэтому не исключено, что вы молодой человек, кто его уже переросли, вот, но с ним, как бы, вот по привычке, потому что, ну, типа, это же мой, это уже свое родное. Вот. Значит, выпьешьте нам по 23 и съехались мы, потому что вместе переезжали в другой город и решили, что нет смысла искать отдельные жилья, да. То есть, вот видите, здесь мужчины, как бы, просто используют, да, просто используют, ну, ситуацию, которая сложилась. То есть, он сам ничего конкретно для того, чтобы быть с вами не делал. То есть, по сути, вы ему ничего не стоите, по сути, он вами не дорожит. Наши отношения начались с того, что мы просто весело проводили время в течение двух месяцев. Он никогда не говорил мне, что у нас отношения, да и я знал, что он человек, который просто использует девочек за своими целями, ну, в своих целях, наверное, вы хотели сказать. Вот. А, да. Если вы это знали, то и знаете, наверное, то не совсем понятно, что изменилось. Особенно, если мужчина не признавался вам в любви или что-то вроде того. Он редко звонил, когда мы были далеко друг от друга, а вспоминал обо мне только, когда мы могли встретиться вживую. А я больше ничего не ожидал от него. И, наверное, я не хотел. Я не считал, что мы находимся в отношениях. Может быть, это и так, но здесь очевидно, что вы нуждаетесь во внимании. Так вам не хватает, ну, не хватало мужского внимания. Судя по тому, что я могу судить на сцене, здесь, видимо, не ощущали себя женщиной. Возможно, у нас изначально заниженная самооценка, кстати, это проявляется, ну, еще по ходу текста, в нескольких местах. Я покажу вам. В это же время я встретил другого парня. Начало общение с ним. Зачем? Для чего вы начали общение с другим парнем? Я не... К сожалению, они оказались знакомы. Почему, к сожалению? Что в этом плохого? С другим парнем было иначе. Он постоянно интересовался мною сначала, даже официально спросил, буду ли я его девочкой. А с какого начала, Вера? То есть... Как это вот происходило? Вы начали встречаться и он тут же... он тут же... предложил вам девочкой его стать или как? Не очень понятно. Я сделал забавящую ошибку, когда позволил себе столь близкое общение с двумя парнями. А, ну... Здесь вот у вас проявляется склонность к самообвинению. А, в общем... То есть это деструктивная позиция, да? По-разному это называется. Давайте будем называть просто вредные мысли. Так вот, вредные мысли. Здесь проявляются у вас вредные мысли, потому что ошибки человек сделать не может. Вот, я думаю, что коллеги, которые вам ответят после меня... Ну, надеюсь, что коллеги, которые ответят вам после меня, поддержат в этом. А, потому что ошибок человек не совершает. Человек может совершить то, что наносит ему вред. Человек может совершить то, что, к примеру, ну, ему там, вредно, да, и так далее, но... Человек не является сам себе врагом. Это очень важно понимать. И поэтому, если такая ситуация происходит, то есть вот вы совершаете какие-то действия, да? Вот вы совершаете какие-то поступки, к примеру, вот... Начали встречаться, позволили себе столь близкое общение с двумя парнями, да? Что сделали вы это не случайно. То есть вам не нужно говорить о себе, что вы совершили ошибку. Вам не нужно обещевать себя. Вам не нужно, м-м... Ну, как-то себя обвинять, да? Вот. Вам нужно спросить себя. Почему я так поступил, поступила? Чего я хотел? Чем я руководствовал? Что это, вот, что это для меня значило? Да? Какие у меня были мысли были в голове? Основная мысль какая была в голове на тот момент? Вот. Что я думал тогда? Вот. То есть как будто это всё нужно разобрать. И, сходя из этого, вы получаете материал для анализа. По сути, по факту. Вот. А то, что вы совершили ошибку, ну, можно сколько угодно говорить, что вы совершили ошибку, только толку-то как бы от этого. Ну, толку никакого. Дальше. Эм... Так. Со вторым молодым человеком мы расстались, потому что мы не смогли бы продолжать наши отношения из-за религиозно-семейных причин. Ну, вера. Раз вы обращаетесь к психологу, да, желательно, конечно, узнать, что это за религиозно-семейные причины. То есть, я не лезу в вашу веру, я не лезу в ваши какие-то вот взгляды религиозные, если менее. Но, если они мешают вам, какие-то взгляды мешают вам сближаться с людьми, да, причём с людьми-то, в общем-то, неплохими, то вполне возможно, что вы, опять же, имеете какие-то предрассудки, да, какие-то стереотипы, с одного стороны, а с другой стороны, устаревшие, козные предписания, опять же, к примеру, родителей, да, что вы там что-то должны, ну, в той же сфере, что вы совершили ошибку. То есть, что вы не должны были совершать ошибку, что вы должны были поступать вот каким-то определённым образом. поступать как-то, ну, как-то обназначить. Вот это, конечно, очень важно разобрать. Дальше. Так случилось, что после первой парень активизировался, он сказал, что узнал о моём общении с другим, мы поругались, но потом возобновили чисто плацанические отношения. Не очень понятно, что, как именно так случилось, что парень узнал. Если они знакомы, если они были знакомы, то он не мог не узнать, что вы встречаетесь с другим. Он активизировался, в общем, не сразу, да, он активизировался только уже после того, как вы расстались. Это, ну, тоже имеет значение. То есть, всё это, ну, на самом деле, очень попахивает какой-то вот, ну, не знаю, может быть манипуляция, может быть провокация, да, то есть, тут как бы непонятно, но вот тут в том, что странно, странно, что, как бы, о чём можно было ругаться, да, если вы не были в отношении с первым парнем, начали общение со вторым. Так, где непонятно, как именно получилось, то есть, что она где-то так случилось. Это следствие ваших действий. Что-то нужно на действие опять заправить. Вот. Дальше, вы пишите, мы поругались. Понимаете, Вера, если это ваше имя, конечно. Не могут люди просто взять и поругаться. То есть, обычно в ссоре участвуют, участвуют как минимум оба партнёра, как минимум несколько партнёров участвуют в ссорах, да, и я могу вам совершенно точно сказать, что руганой ссоры не было бы, если бы вы в ней не участвовали, да. То есть, руганая ссора стала возможна только благодаря тому, что вы в ней участвовали, вы участвовали в ссорах. Понимаете? И, ладно, здесь понять ваши мотивы. Почему вы участвовали в ссоре? Для чего вы участвовали в ссоре? Чего вы хотели? Что вам было нужно? Какие чувства вы испытывали? Опять же, чем вы руководствовались, именно ругаясь с ним? По сути, ну, если вы со старым молодым человеком начали отношения, пусть даже у вас не получилось, но если вы начали отношения, это значит, что с первым молодым человеком вам, ну, вы чувствовали бесперспективность. По факту. Либо вы себя обманываете, и там что-то есть ещё. Дальше, значит, то есть тут как бы, да, понятно, вот ваша непосредственная сторона в конфликте, её характеристика. И взятие ответственности на себя за вот мотивы в ссоре. Дальше, значит, потом возобновили чисто платоническое общение с его подачей. Здесь вы вновь с себя снимаете ответственность. То есть как бы, возобновили платоническое общение с его подачей, то есть типа это он, вот это всё он сделал, а я, в общем-то, ни при чём. Но ведь вы согласились, вы взяли на себя ответственность за эти платонические отношения. А получается, что вроде как и нет. Дальше. Через некоторое время мы начали вроде как официально встречаться. А что это значит вообще? Вот, вот, ну, скажите, ээээ, что поменялось, что изменилось? Вот как вы определяете, собственно говоря, вот когда официально, когда неофициально, да? То есть вот вы как-то, какую-то границу-то проведите между этими двумя формами отношений. Вот откуда вы узнали, что вы начали встречаться официально, при том, что вы совершенно очевидны, да? Что до конца вы не уверены в том, что вы встречаетесь официально, ну, встречались официально. То есть, опять же, он вам, получается, никогда не давал... в какой-то такой определенности, да, надежности, может быть, и на все это вы соглашались. МЧ начал предъявлять мне тем, что я ему изменила, не знаю почему, но я как бы сама согласилась, поверила ему, что я вот такая нехорошая. Согласились вы, что вы такая нехорошая по двум причинам. Во-первых, вы всегда так вот так о себе думали, вы всегда сомневались в том, что вы хорошая, и он просто подтвердил ваши мысли, что говорит о том, что внутри себя вы склонны к обвинениям, к бичеваниям, к деструкции, вот, и, вероятно, вы себя считаете, ну, знаете как, какую-то часть себя, да, вы не принимаете, не можете принять. Кстати, это вот отдельное направление работы по принятию себя. Это с одной стороны, с другой стороны, вы можете подсознательно тяготеть именно к такому роду, к такому виду отношений, то есть когда вас так вот обвиняют, да, когда вас так вот принижают, когда вас так вот стыдят, если можно так выразиться. Вот. И подобное отношение, подобная форма взаимодействия с людьми, если это так, идёт и с детства, то есть вы привыкли вот к такому форму, к такой форме взаимодействия, то есть только в ней вам более-менее спокойно. Кстати, это объясняло бы, почему с вторым молодым человеком у вас ничего не получилось, слишком он для вас оказался позитивный, вот. Вот вы пишите, я не знаю, но как бы сама согласилась, поверила, что я вот такая нехорошая. Вот вы пишите, я не знаю почему. Это не ответ, это не ответ, это не позиция. Вы знаете почему? Вы знаете, почему вы согласились, с этим нужно разбираться, это самое важное, это самое важное. Почему вы вообще допустили даже, что вы можете быть нехорошим? Вот. Знаете? Как человек может быть нехорошим? Это же детская позиция, что вот кто-то может быть нехорошим. Ну, к примеру, к примеру, вы. Да? И вы поверили, поверили, значит у вас есть какие-то вот сомнения относительно этого. И эти представления, представления о себе, они у вас есть, они были до молодого человека ещё. Со временем, когда у нас возникали ссоры, по ссорам всё то же самое, что и по первому моменту, когда вы поругались. Тут все вот самые вопросы. Он постоянно начал меня закидывать в мои измены, мол, ну да, я вот такой, но хоть я тебе не изменял. Здесь действует одно из золотых правил, согласно которому, если в отношениях человек как-то себя повёл, да, ну, к примеру, устроил скандал, там сцену ревности, вот что-то такое, да. Вот это значит, что скорее всего это повторится, вот, и больше чем один раз подобное вообще спускать, принимать, признавать нельзя. Больше чем один раз. Если вы это сделали больше чем один раз, значит у вас были какие-то свои мотивы, потому что это прямое унижение вас. Это прямое оскорбление, это прямая манипуляция. Ну, осознаваемая, неосознаваемая, неважно, но это прямая манипуляция. И мужчина пытается вас подшинить, то есть пытается стремиться к контролю вас. Это означает, что он не чувствует себя в безопасности, что в свою очередь значит, что он склонен к тирании. Ну, а вы, и вы здесь в позиции жертв, жертвы находитесь, да, потому что как бы оправдывают. Вот. Здесь я рекомендую вам почитать треугольник Карпмана, ну, и мне по-прежнему кажется, что здесь вот вы, как бы, склонны вот к такому агрессивному отношению к себе, и склонны вы к такому негативному отношению к себе, вам это по душе больше, чем позитивно. Как вы верите, легче этому. Вот. А это в своей семье. Позже начал заги... Не очень понятно, что вы пишете. Позже начал говорить, наверное, вы хотели написать, но почему-то написали закидать, что если бы не он, то я бы осталась такой гулящей девочкой, которая пьет и гурит. А здесь человек, как бы, по сути, ведет себя как родитель. Знаете, если бы не я, если бы не я. А это, опять же, психологическая игра. Да, это искусственное завышение собственной навчимости. Человек очень сильно в себе не уверен. Человек очень серьезно обеспокоен собственной безопасностью. Ему нужно себя воспринизить, соответственно. Это одна из родновидностей семейных игр. Правда, семейные игры можете почитать в интернете, прописав в поиске семейные психологические игры. Вот. Вы пишете честно, я с этим не согласен. Я употребляю алкоголь, но редко и в меру, и насчет гулящей. Это был единственный подобный случай в моей жизни. Здесь вы завершаете еще одну ключевую ошибку, которая подтверждает ваши проблемы с самооценкой, с уверенностью в себе и с собственной реализацией. Что, пожалуй, самое важное. Вы оправдываетесь. Дело в том, что тот оправдывает, что тот уже не прав. То есть, как бы, не нужно оправдываться. Нужно смотреть в корень. То есть, я что-то сделаю, к примеру. Я что-то сделаю. Ну, вот вы. Вы-то это сделали. Поясните молодому человеку, почему вы это сделали. Объясните ему. Скажите ему, скажите, что вот так и так, так и так, так и так, так и так. Я считаю, что если я была не правой, то я так поступать не должна была, к примеру. Но я сделаю это, потому что мне не хватало там того-то, 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 к примеру. И всё. И всё. Если вы молодому человеку дороги, то он сделает всё, чтобы у вас это было. И всё. Он не будет, как бы, вас, по сути, ну, унижать. Не будет именно в прошлом. Вот. А так получается, что вы оправдываете, и всё равно ещё больше его провоцируете. Вот. Здесь же, с другой стороны, просматривается то, что молодой человек для вас слишком важен. Важен больше, чем нужно. И вот это очень важно. Говорю, что он меня ценит и дорожит не так, как другие парни меня просто использовали. Но это, опять же, к сожалению, мужчина говорит про себя. То есть то, что он сказал, то в начале он говорит про себя. Про себя. Это проекция. Механизм проекции, когда человек, говоря что-то имеет, подразумевает не особенно свои собственные чувства и своё собственное поведение. Ведь это ему пришло в голову, что другие парни вас использовали. А прийти ему это в голову могло только потому, что он сам так поступал. Дальше. По-дому выяснилось, что во время, когда я крутил энерватором, то непонятно, это вы пишете или это его цитаты. Он тоже не терял времени, но его измены были единоразовые, а не так, как я, что прямо отношения. А это числа ваши или его? То есть здесь вообще непонятно, чья это речь. То есть такое впечатление, что это он говорил. Но если это говорите вы, то, опять же, здесь обесценивание идёт в себя. Когда мы начали жить вместе, начали проверять мой телефон и ноутбук, эти проверки длились месяц, он заказывал мне скандалы, когда мне знакомые или другие парни писали, как дела или песни скидывали. Но вот здесь, по сути, тоже самое золотое правило. То есть если партнёр в семейных отношениях устраивает скандалом, значит это, по сути, у него такая игра. Это игра скандалом, которая представляет из себя, к примеру, замену секс сексу, потому что он такая же активность, только без физического интимного контакта. Вот, ещё говорит о страхе мужчины, например, близости, перед близостью с одной стороны, с другой стороны, говорит о том, что он, играя в психологическую игру попался сукин сын, есть такая психологическая игра, можете почитать о ней в интернете. Ну вот, и всё, и по сути это уже не изменится, это личный человек изменит, может это только обратившись к специалисту. И вам по-хорошему нужно было сразу от этого уйти, сразу от него уйти, если вы уважительно относились бы к себе. Но вы этого не сделали почему-то. Опять же вопрос возникает, почему, да? Ага, дальше, значит, так. Я себе, наверное, опять же, вы хотели сказать, ничего больше не позволял, да? То есть, по сути, вы начали ему выступать, тем самым подкрепляя его позицию такую, подкрепляя его позицию в том, что он прав, ну, в ограничениях для вас. Я же его никак не проверял, я просто верила ему и поверила в то, что я не подобающая девушка. Но здесь, опять же, то же самое, что и то, что вы поверили в свою нехорошее. Здесь всё то же самое. В мае этого года я почувствовал изменения, какого рода, да? В убийстве он закрылся, изменил пароль на телефоне, наверное, начал не выпускать свой телефон в срок. Ну, по факту, здесь идёт речь о том, что вы ему наскучили. Вы ему наскучили, вы подчинились, вы полностью отдались, как бы, в его власть, и вы ему больше, ну, перестали быть для него интересной. Вот. Опять вспомнил об этом парне, спросил я его, почему вдруг закрылся. Тут вот, немножко. Отрывистый идёт статус, вы пишите, что он не выпускал телефонный друг, опять вспомнил об этом парне. Я, почему вспомнил, за чего вспомнил, как вы на это отреагировали. Вот. А я спросил его, почему он вдруг закрылся. То есть, если вы сделали это сразу, то есть, если вы сразу спросили о том, почему он закрылся, ну, это, мягко говоря, странно. Если это имеет промежутки по времени, да, то есть, ну, если между тем, что он вспомнил парня и тем, что вы, значит, тем, что вы спросили его, почему он закрылся, а прошло время, то нужно всё-таки уточнить, сколько времени прошло, как вы тут с той ситуацией справились, как вы её совершили и так далее. А то всё как-то в одну кучу. Он сказал, что проблемы с родителями, не хочется об этом говорить, что когда наладится, то расскажет. Я не мусолила эту тему. Ну, здесь, опять же, да, слишком у вас сильное доверие к мужчине. Причём не к простому мужчине, да, а именно к подчиняющему мужчине. Так вот, полагаю, что это, опять же, идёт из семьи. А потом начался затяжной скандал на тему, что он перестал интересоваться со мной, мы перестали проводить время в месте, когда ему было удобно, мы жили мирно. Когда он уезжал, не хотел, чтобы я его трогал, он вспоминал моё прошлое, ему ругались. Ну, здесь, по сути, то же самое, что я говорил по поводу ссор, да, то есть, про субъективную сторону. Вот, такое ощущение, что вы, ну, не знаю, не смогли загрыть эту ситуацию, не смогли ему один раз объяснить, и почему-то вас, когда раз это подзревает очень сильно. Вот, беседа, по сути, вот, о, треугольник Карпина, что-то здесь. А, я перестал верить ему, так как чувствовал, что его были неистыми, ну, да, это средство для манипуляции. Может быть, когда-то она была истинной, да, поначалу, но сейчас это уже манипуляция, просто удобный способ вас контролировать. Опять же, почему вы говорите, что это человек, человек вам дорог, и вы не хотите его терять, да, то, что вас удерживают, потом, что у вас 23 года всего, вот, как бы, учитесь, развивайтесь, там, строите карьеру, вот это всё, почему так, непонятно. Вот, а потом как-то, как-то немного унормировалось. А это как вообще мы примирились, но моя тревожность осталась. А что есть примирение, Вера, вот, скажите, пожалуйста, что такое примирение? Какие выводы вы сделали, какие решения вы принялись, когда примирились с тревожностью, потому что, потому что стало, что решений никаких принято не было. А, действий никаких припринято не было, шагов никаких припринято не было, в отношениях ничего не изменилось. Понимаете? Вот. К примеру, он сказал прости, вы сказали, вы сказали прости, а дальше? Что дальше? А дальше ничего. Ну, судя по тому, что вы пишите. Так. Пару дней назад я решил проверить его телефон и, несмотря на все, я нашла переписку с девочкой, о которой я догадывался. Ну, здесь понятно, да, уже как бы не доверие, здесь, в принципе, всё идет по нарастающей. С другой стороны, опять же, по факту, да, вы допускаете, что ваш молодой человек, ну, скажем так, недобросовестный, да, а вы по факту продолжали и продолжаете к нему тянуться. Вы же определитесь, вы либо ему верите, либо нет. Сами определите. Дальше, значит, так, она его знакомая, живет сейчас, да, как вы относитесь к тому, что вы решили проверить его телефон. Для чего вы это делаете? Понимаете, что, понимаете ли вы, что в этот момент как бы ваши чувства, да, именно чувства, они, по сути, ушли. Остался только расчет. Я почему-то чувствовал, что это именно они. Ну, то есть, здесь сыграла роль вашей женской интуиции, видимо, весь май, когда мы ругались, она общалась с ней, скидывал ей свои селфи с работой, интересовался её делами, спрашивал, почему она так долго гуляет, писал ей, чтобы она позвонила, а то он соскучился и скидывал кучу смайликов сердечком. Ну, по сути, что сказать, мужчина просто, видимо, посчитал нас удобным партнером для проживания, вот, а другие девочки для него остались, видимо, как девочка. Он перестал воспринимать как женщину и стал воспринимать скорее как жену, как партнера, может быть, как мать своих детей, если у вас дети будут, вот. Ну, как женщина у нас перестал воспринимать, и в этом-то на самом деле есть и ваша ответственность, повышаю, потому что вы отчасти, ну, создали такую вот позицию, вы отчасти создали такую возможность для него думать о вас так. А, Балли написал одно смс, ты же моя девочка, вот я интересен, ну, а вы, собственно, вы не девочка. А я ему сказал после этого, что хочу расстаться, а не надо было говорить, нужно было расставаться. Опять же, вот для чего вы сказали, что хотите расстаться, зачем, Вера? Вы хотели, чтобы он вас остановил, вы хотели, чтобы он не дал, вы хотели, чтобы он сохранил отношения. Видите, так вы тоже как бы не прямо выражаете свои чувства, не прямо выражаете свои эмоции. Вы не сказали ему, к примеру, что вам обидно, вы не сказали ему, к примеру, что вам, там, не знаю, тяжело, что вам, к примеру, больно, допустим. Вот, вы не сказали, вы сказали просто, я хочу расстаться. Ну, если бы сказали, нужно расставаться. Он мне говорил, что все это шутки, были ему пофиг и все дела, я не знаю как, вот опять, я не знаю как, но я успокоился. Я не знаю почему, но я поверила. То есть, это вот непонимание себя, да, побег от себя куда-то, избегание своих чувств, избегание анализа своих чувств, по сути, создает неосознанность вашего поведения, неосознанность ваших действий, и, как следствие, помещает вас в ситуации, где вы не можете вызвать искренних и гармоничных отношений. То есть, у него не может, знаете, не может взрослый человек, говорит, я не знаю почему, но я поверила, там, в то, что я плохая. Или я не знаю как, но я успокоился. То есть, так не работает. Были причины. Вы хотели услышать, то есть, вы услышали, но самое главное, вы сказали, что хотите расстаться, и вы не расстались. И мужчина понял, что ваши слова, это просто слова. Для такого мужчины, как ваш, это значит, по сути, ну, психологическая смерть, потому что, как бы, серьезно вас воспринимать после этого он уже, скорее всего, не будет. Вот, и опять же, мне почему-то кажется, что вы идете по продоренной дорожке, то есть, мне кажется, что для вас это привычная схема отношений такого рода, когда человек вас принижает, 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 вы, по сути, взрываетесь, начинаете, ну, бунтовать, а после, как бы, он вас успокаивает, все какое-то время хорошо, потом они опять начинают вас прийти пристеснять. Это уже больше похоже на садомазохистические отношения. Вот, тоже почитайте о них в интернете, что так вот, садитесь, такой мазохист. Вот, мне кажется, что вы больше мазохист. Вот, это тоже корректируется, это все корректируется. Основная черта, это отсутствие личных границ между вами и другими людьми. То есть, не умение держать адекватную дистанцию с теми, с кем вы общаетесь. Вот, тот же день вечером начала эту тему опять. Зачем? Вот, Вера, вы пишите, я не знаю, как я успокоилась, но тот же день вечером начала эту тему. Вы знаете, это противоречит, что если вы успокоились, вы бы не начинали тему. Если вы начали тему, значит, вы не успокоились. Так давайте определим, что именно было-то. Он бессил, что мы начали ссору, и вроде как расстались ссоры. Ну вот опять, да, то есть, по ссорам то же самое, что я и говорил. Вы пишите, вроде как расстались. Тогда вы писали, что вроде как мы вместе, вроде как начали встречаться официально, теперь вроде как расстались. Понимаете, Вера, такое ощущение, что вы ждете, ждете, что за вас кто-то что-то определит. Нет. Никто не определит. Это есть вот позитивные жертвы из треугольника. Кармен, который не хочет брать на себя личную ответственность. Парень не хочет брать ответственность, и вы не хотите. Никто не определит. Это вы, вы определяете. Вот вы определились, что вы расстались. Все, вы расстались. Вы определились, что вы уходите от него. Все, вы уходите. Нет больше никакой другой реальности. А вы такое впечатление, что постоянно ждете чего-то от других, и предаете себя. И выставляете себя в несерьезном, несерьезном свете. Дальше он сказал, что она просто девушка легкого поведения, как это была когда-то. Что да, она общалась, но не спала. Ну, по сути, мужчина здесь вас сравнил с кем-то другим, что говорит о том, что именно любви, да, любви как с кого-то он к вам не испытывает. То есть, возможно, возможно, знаете как, вот есть вы, да, как партнер его, есть он, как ваш партнер. И вы веркли на друг друга. То есть, мужчина отражает то, что вы о себе думаете. Мужина отражает, как вы себя обвиняете, как вы себя укоряете, как вы себя бичуете. А вы отражаете у мужчины его неуверенность, страх, нежелание брать ответственность. Вот посмотрите на эту ситуацию, вы как две половинки, да, дополняете друг друга, но это не здоровое дополнение. Это, по сути, отравляющее, ядовитое, деструктивное дополнение. Понимаете? И до тех пор, пока вы не увидите в мужчине себя, ту половину, от которой вы бежите, до тех пор, пока вы условно не примете вот эту часть себя, что вы видите в мужчине, не примете ее, не трансформируете внутри себя во что-то хорошее, и не научитесь этим управлять, отношения у вас будут складываться очень плохо. Я не уверен, что только отношения, я уверен, что и все в жизни у вас будет складываться не очень хорошо. Дальше он будет делать, что хочет. Так, он будет делать, что хочет, но че-то под игретом не скажет, что он не хочет сейчас с другими общаться. Ну, это бравада, это, понятно, бравада, попытка вас подшинить. Мы примирились после этого, но опять же, да, по примирению здесь те же самые вопросы, что и в первый раз были. Ага, сейчас он уехал по делам в другой город, начал мне писать так, как писал той девочке скидывать мне такие же фотки, и они веруются на сверху. Да, это логично, потому что у мужчины как бы стереотипное поведение. Это все выглядит наигранно. Да. Да, это все выглядит наигранно. Я знаю, что это все на зло и с оргазмом, лишь бы я не трогал его. А как вы его трогаете, Вера? Как? Так. Забыл сказать, после всех этих ситуаций я начал много анализировать его действия, и он это человек, который постоянно врет своим знакомым друзьям ради своей пользы. Окей, и почему вы с этим человеком вместе? Ведь он врет своим друзьям и знакомым, а с чего вы решили, что вам врать не будет? Знаете ли вы, почему человек врет? Потому что себя не принимает, потому что себя следит, и хочет казаться, а не быть, и это значит, что и с вами та самая история произойдет, и он уже вас обманул правильно. Дальше. Как значит, вы мне говорят правду? А никак, у вас должна быть своя правда и своя позиция. То есть ориентироваться нужно на правду внутри вас, а этого нет, потому что вы себя не принимаете, потому что вы себя обвиняете и корите, не любите. Вот. Потому и нужно извинить что-то. Вот вам и ответ. Примите себя, построите свою позицию, составьте свое мировоззрение, наметьте себе свой путь, и вам будет абсолютно плевать, правда вам говорят или нет. Он говорит, что он же не относится ко мне плохо, он же на меня же не обижает. Значит, не очень понятно. Не очень. Непонятно. Непонятно, что вы хотели сказать, если честно, потому что он же говорит, что не относится ко мне плохо. И что это? Это плюс? А вы как считаете? Я потерял покой, веру в моего парня. И вот именно, потому что верить нужно в себя. Парень, парень это не бог. Покой, покой у вас, покой вы не теряли. Покой у вас не было никогда. Вот. Знаете, всё опять же по причине того, что отсутствует свой собственный стержень и своя собственная позиция. Нет уверенности в себе, есть страх одиночества, страх остаться одной и так далее. Вот. Отсюда и потеря покоя. А вера это, по сути, вытеснение. То есть, ну, есть у вас какие-то моменты, да, которые вам отправляют жизнь самой собой. И это заменяется, даже не вытеснение, а замещение. Это заменяется верой в другого. Насколько я не верю в себе, настолько я верю в другому. Но при этом я не спрашиваю, а нужна ли моя вера в другому. Так, значит, я хотел бы попробовать изменить что-то на лучшее, не хотел бы терять дорогого человека. Вера, определитесь, не хотите терять дорогого человека или хотите? Раз не хотелось бы, это игра слов, но это полное неопределенность. Если он вам дорог, то чем он вам дорог? С учетом всего вышесказанного мной и вами, к примеру. Жить с чувством обманутости я не могу, не хочу. Вы будете, пока вы обманываете себя. Да, вы себя обманываете тем, что в него верите, тем, что у вас тревога и так далее. Это и есть обман. Это и есть обман. Какие у вас чувствуют к нему? Вы вот, Вера, даже не написали, что вы к нему чувствуете, любите вы его или что? Тем более, что-то он делает не выглядит рискно, а как будто с замыливанием глаз, чтобы у меня не было претензий. А какие у вас претензии? К чему у вас претензии? К чему? От чего он защищается? Вера, что вы хотите? Что стоит за вашими претензиями? Что стоит за вашими, вот вы говорите, что вы его трогали? Какие желания за этим стоят? Опять же, может быть, вы мужчину приучили так себя вести, не знаю, но с этим нужно разбираться, с чего вы хотите для себя, что вам нужно, как и у вас есть противоречия. Вот с этим и нужно работать, на мой взгляд. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду оттануть. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok